МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания ОБНИНСК ТВ. Новости в студии Дарья Человекова. Ильхам Нигматуллин. Вот о чем мы расскажем сегодня. 5 июля жители региона отпраздновали годовщину образования Калужской области. Мы узнали, как этот день провели в ОБНИНСКе. Много ли в Наукограде школьников, набравших 100 баллов на выпускных экзаменах? Расскажем и о том, как обнинцам можно повлиять на проведение ЕГЭ в будущем. Расскажем и о том, как встретить День семьи, любви и верности в Балабанове, где недавно открылся сквер молодоженов. В минувшую среду жители региона отпраздновали годовщину образования Калужской области. Именно 5 июля 1944 года датируется указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании Калужской области в составе РСФСР. В честь памятной даты во многих городах региона, в том числе и в ОБНИНСКе, прошли лекции об истории нашего края, беседы со школьниками и праздничные концерты. Наша съемочная группа побывала в этот день в Музее Наукограда, где годовщине образования области посвятили лекцию для горожан. Дата первого появления Калуги в письменных источниках – 1371 год. Большое значение и печальную известность приобрела Калуга в смутное время, оказывая самозванцам Лжедмитрию Первому, Лжедмитрию Второму, Ивану Балаутникову радушный прием. В течение всего 1611 года Калуга находилась в тылу польско-литовских интервентов, и освободить город от захватчиков удалось лишь в 1612 году, и Калуга окончательно вошла в состав московского государства. Конец XVIII – начало XIX века. Калуга – крупный торговый центр. В годы Отечественной войны 1812 года город был тыловой базой русской армии. Здесь дислоцировался военный госпиталь. Армия Бонапарта не дошла до Калуги. После сражения в Малоярославце враг отступил. В начале Великой Отечественной войны Калуга была захвачена фашистами. Оккупация продолжалась более двух с половиной месяцев. Враг был изгнан из города в конце декабря 1941 года. 5 июля 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Калужская область, в которую вошла, за небольшим исключением, территория, существовавшая до 1929 года. В советское время Калужская область не имела ни своего флага, ни кимна, ни герба. И вот только 27 марта 1996 года был признан устав области, в котором было закреплено право Калужской области на собственный герб и флаг. За основу действующего герба взят исторический герб Калужской губернии. Герб Калужской области представляет собой зеленый щит с серебряным волнообразным поясом, увенчанный исторической императорской короной. Щит увенчан второй короной большего размера, символизирующий в XIX веке статус губернии и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевской лентой. Наряду с гербом флаг и гимн вошли в нашу жизнь и стали неотъемленной частью истории и культуры региона. Сегодня Калужский регион является одним из наиболее экономически развитых в России. Это привлекательный инвестиционный центр, в том числе и для зарубежных партнеров. Основные научные направления, развивающиеся в области, это атомная энергетика, радиоэлектроника и связь, материаловедение, биология, медицина и многое другое. Наибольшее число промышленных предприятий сосредоточено в таких городах, как Калуга, Малоярославец, Людинова, Киров и Обнинск. В Калужской области сохранилось множество архитектурных и исторических памятников. Здесь бывали Пушкин, Радищев, Державин, Гоголь, Толстой. Свои самые известные научные труды написал Константин Циолковский. Яна Гончаренко, Алексей Резвых, Обнинск ТВ В соседнем Балабанове тоже подготовились к празднику. В день образования Калужской области в Сквере Победы прошел торжественный митинг. В программе мероприятия были выступления солистов ансамбля местного Дома культуры. Трогательный музыкальный подарок участникам праздника сделали девушки из коллектива «Веснушки». Несколько патриотичных песен исполнила и солистка Балабановского женского академического хора Ирина Кузьмина. Участники митинга вспоминали тех людей, которые прославили наш регион. Защитников Калужского края в годы Великой Отечественной войны, калужских композиторов, ученых, писателей и поэтов. Переменчивая погода все же внесла свои коррективы в проведение митинга, который, увы, прошел скромнее, чем в прошлые годы. На днях в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки стартовал сбор предложений по совершенствованию единого государственного экзамена. Замечания и предложения ведомство собирает ежегодно, начиная с 2014 года. Полученную информацию анализируют специалисты, а после – представители экспертных обществ. Многие из таких предложений принимаются и встраиваются в систему ЕГЭ. В этом году письма с предложениями принимаются до 11 августа на электронную почту, адрес которой указан на экране. Все изменения будут утверждены и опубликованы до 1 сентября 2017 года. С какими результатами сдали ЕГЭ в Обнинске и много ли среди школьников наукограда отличников узнавала Яна Гончаренко. В этом году в Обнинске прошли проверку своих знаний 659 старшеклассников. Ученики 11 классов сдали ЕГЭ по обязательным предметам – русскому языку и математике и двум школьным дисциплинам на выбор, результаты которых необходимы для поступления в ВУЗы. Математику, как вы знаете, сейчас сдают, возможно, сдача математики в двух вариантах – базовый уровень и профильный уровень. То по средний балл по городу базовый уровень в этом году составляет 4,53. В прошлом году было 4,5. Если говорить о математике профильного уровня, то в этом году средний балл по профильной математике – 54 балла. В прошлом году было 53,5. Результаты по математике в этом году такие же высокие, как и в прошлом, а вот по русскому языку несколько снизились. Если в прошлом году 76 был средний балл, то в этом году почти 75-74,9. Но по русскому языку увеличилось количество выпускников, набравших 100 баллов на одного человека. И если в прошлом году у нас было 10 стобальников, то в этом году 11. В этом году 21 человек набрал 100 баллов при сдаче различных учебных дисциплин. В 2016-м их набрали 18 старшеклассников. В Обнинске довольно много учащихся, которые показали хорошие результаты, набрав более 90 баллов. У нас в прошлом году в целом по всем предметам учебного плана порядка 180 человек набрали от 90 баллов. В этом году таких выпускников 217. Каким учебным дополнительным дисциплинам обнинские выпускники отдавали предпочтение? По-прежнему лидирует общество знания. Если в прошлом году этот школьный предмет выбрали 44% выпускников, то в 2017-м почти 49%. Не забывают школьники и про естественные дисциплины – биологию, химию, физику. Выбирают старшеклассники и такие предметы, как география, литература, английский язык и информатика. По каким же школьным дисциплинам в этом году ученики набрали 100 баллов? В физико-технической школе один выпускник набрал 100 баллов по информатике. По русскому языку у нас 100 баллов, как я сказала, уже 11. Среди них 5 выпускников гимназии. Остальные все выпускники 4-й школы – 2 человека, 13-й школы – 2 человека, 16-й школы – 1 выпускник. И физико-техническая школа русский язык – 100 баллов один ребенок набрал. Физика – выпускник гимназии, набрал 100 баллов. По литературе – выпускник 16-й школы. По обществознанию – выпускник ВТШ, 2 стобальника – выпускник ВТШ и выпускница школы номер 7. Татьяна Волнистова отметила, что с каждым годом дети сдают единый государственный экзамен лучшим. Возрастает и средний балл учащихся. Яна Гончаренко, Алексей Резвых, Обнинск ТВ. Переедет ли стоматология в здание больницы – это лишь один из вопросов, которые накануне прозвучали в адрес руководства Обнинско-клинической больницы. В среду вечером главврач учреждения Владимир Петров провел встречу с жителями. Большинство горожан, пришедших сюда, оказались журналистами, поэтому беседа напоминала пресс-конференцию. Спрашивали, в частности, о сроках переезда отделения стоматологии из жилого дома в помещение ФМБА. Ожидается, что новым местом его размещения станет здание бывшей детской поликлиники, которой скоро освободят арендаторы. В течение года этот вопрос будет решен, как и связанная с ним проблема неработающего в стоматологии рентгенаппарата. Против его использования выступают жильцы дома, в котором сейчас работает стоматологическая поликлиника. В числе проблем, которые местные жители и журналисты обсуждали с Владимиром Петровым, было недостаточное количество экипажей скорой помощи, очереди к врачам-кардиологам, а также качество питания в психиатрическом отделении и низкая зарплата представителей младшего медперсонала. Слово взял и участвовавший во встрече председатель городского совета ветеранов, который сравнил качество оказания медуслуг в учреждениях здравоохранения в Наукограде и Калуге и назвал различия незначительными, похвалив обминских медиков. Николай Капустин поднял проблему большого количества иногородних, которые тоже пользуются услугами клинической больницы. Он также высказался о необходимости увеличения финансирования обминского учреждения ФМБ, которое должно стать участником созданного в регионе ядерного кластера. О событиях, вошедших в хронику происшествий минувших суток, расскажем прямо сейчас. В минувшую среду в начале 12-го на Киевском шоссе произошло ДТП, в котором пострадал человек. По предварительным данным, со стороны Москвы двигался водитель «Шевроле». По неизвестным пока причинам, в какой-то момент машина вылетела на обочину, врезалась в бетонное ограждение, затем в две припаркованные «Газели». Один из грузовиков по инерции задел рядом стоящий ВАЗ-2104. Медики вовремя подоспели и оказали водителю «Шевроле» первую помощь. От госпитализации мужчина отказался, но, по словам пострадавшего, он ничего не помнит. Разобраться в деталях данной аварии предстоит сотрудникам госавтоинспекции. После полудня на Киевском шоссе столкнулись Нивы и ВАЗ-2104. Оба двигались в попутном направлении, но когда загорелся красный сигнал светофора, водитель Нивы остановился, а вот водитель четверки, к сожалению, не успел нажать на педаль тормоза. В результате довольно серьезного столкновения никто не пострадал. Около двух часов дня на улице Королёвой произошла довольно обидная для ее участников авария. Мужчину за рулем автомобиля Сангьонг, выезжая задним ходом со двора, не заметил припаркованный Хюндай. А примерно в это же время в городе Белоусова не повезло еще двум автомобилистам. Водитель Шкоды притормозил перед разметкой, пропуская пешеходов, и в это время получил удар сзади от автомобиля Ауди. Люди не пострадали, а вот иномарки получили повреждения. 7 июля, в канун Дня Семьи, Любви и Верности, семейный праздник пройдет в городе Балабаново. Масштабное мероприятие стартует в 5 часов вечера в открывшемся недавно сквере молодоженов. В День Семьи, Любви и Верности на территории сквера молодоженов будут проводиться увлекательные мастер-классы. Здесь также будут размещены интерактивные площадки, сухие бассейны, большие шашки и шахматы. А в 18.00 начнется не менее насыщенная концертная программа, в рамках которой пройдет чествование семей юбиляров, проживших в браке более 45 лет. Участники праздника в этот день познакомятся с уникальными российскими музыкальными коллективами. Один из них – это ансамбль «Колокола России», который уже много лет существует, выступает на главных площадках страны. То есть это и на Красной площади, и у Храма Христа Спасителя они выступали, проехали которые всю Европу. И по счастливой случайности они сейчас возвращаются с гастроли, по-моему, с Эстонии. И у них единственный день, когда они могут куда-то еще приехать, это было как раз вот пятница седьмой, они к нам приедут, чему мы очень рады. Уникальны они тем, что там установлены три мобильные колокольные звонницы, то есть звон колоколов будет разноситься у нас по всему Балабанову в этот день. А также после того, как пройдет основная часть праздника, будет выступление ансамбля «Гуслеров». Тоже достаточно уникальный ансамбль. Их выступление начнется в 7.30. И мы надеемся, что мы как организаторы подготовили все достаточно хорошо, чтобы праздник был интересен и детям, и взрослым. Со слов организаторов мероприятия, в сквере молодоженов будут установлены лавочки примирения и первых поцелуев. Так что горожане смогут сделать несколько красивых фотографий на память. На время проведения праздника участок дороги от пересечения улиц Энергетиков и 1 мая до администрации города будет перекрыт для движения транспортных средств. Евгения Борода, Сергей Макрецов, Обнинск ТВ, Балабанова. И это все, о чем мы и наши коллеги хотели вам рассказать сегодня. Напоминаем, программа новостей выходит на телеканале Обнинск ТВ по будням в 19.00. Вы также можете посмотреть выпуск новостей на интернет-сайте телекомпании или на наших страницах в социальных сетях. Мы желаем вам всего доброго. Прощаемся до завтра. До встречи.